Начинаем. Привет всем, мама. Мы решили с Анечкой записать вам видео на русском про выставку. Посмотрим, кто у нас? Давай. То есть это у нас аборетто, это у нас вид, это у нас план всего аборетто. Мы с вами сейчас вот в этом здании, вот так мы едим, здесь мы оставляем машину и входим в здание. А моя выставка возьмет, как бы проведет нас на небольшой такой тур от гималайского кедра до леса пробкового дуба. Еще что я хочу вам рассказывать про этот план. Каждая маленькая точка здесь, это как бы представляет собой дерево. Всего здесь высажено 44 тысячи разных деревьев. И представьте, что к каждому из них проведено специальное капельное орошение. Потому что все они из разных стран и каждому нужен свой уход. И вот так вот они сделали все это, как бы нам не видно, но огромная работа проделана. Расскажи про пожары. Да, то есть сначала здесь была, на этом месте была плантация сосны. Она сгорела в 2003 году. И потом ребята из Мельбульна предложили вот такой план, они архитекторы, собрать здесь вот разные виды деревьев со всего мира. Еще интересное, что я хочу вам рассказать. То есть вот так вот весь план разбит на вот такие вот небольшие рощицы. И в каждой из них деревья высажены по особому виду. То есть не просто там, знаете, а вот смотрите, у нас вот здесь высажены снежные эвкалипты. И в центре они их высадили в виде снежинки. А вот здесь у нас, вот в другом месте высажены специальные кипарисы. И они их высадили в виде лабиринта. Потому что этот вид используется именно для таких вот, как бы, кацонов, чтобы его выращивать. То есть каждая роща имеет свою историю. И в каждой рощи деревья высажены особым образом. Все? Деревья. Итак, мы начинаем с первой работы. И это у нас рассвет. Эти высокие деревья, это деревья кималайского кедра. Вот эти вот небольшие деревья, это у нас калифорнийская пальма. Вот эти вот. И они очень скоро вырастут очень высокими. И в принципе они нам закроют весь этот шикарный вид. Но в данную минуту у нас вот такой вот с вами открывается обзор на горы. Теперь мы проходим через эти сосны. Пойдемте. И мы входим, как бы, к концу этого леса. И это у нас рассвет. И сейчас мы с вами по тропинке пройдем под деревья персидское шелковое дерево. Когда это очень раннее утро здесь, всегда очень много разных животных. У нас здесь птиц. Аппаратами очень много вайлдлайф, диких животных. Это у нас с вами кенгуру. Ну, он там сидит на заднем плане. И теперь мы следуем по тропинке. И входим в другой лес. И мы входим в лес макнолий. В данном случае я их изобразила уже осенью. То есть вот здесь у нас есть шикарные белые цветы. А после того, как цветы отсвели, у нас вот такие вот красные фрукты. Шишечки. А внутри каждой собраны маленькие красные зернышки. В принципе, их можно собрать, просушить и высадить дома себе такое дерево. На заднем плане у нас башня. На заднем плане это башня. А здесь у нас еще жопанисты. Вот японское собачье дерево, да? Вот так. Там у нас такие птички летают. То есть сейчас мы с вами проходим через эту рощу магнолий. И попадаем в лес номер 4. Роща номер 4. Я думаю, все наши мамы это узнают. Это у нас дерево каштанов. Каштановые рощи у нас. Это у нас... Весной, да? Все такое свечи. Каштановые свечи по всему саду. Они сейчас очень-очень крохотные. То есть они примерно с меня ростом. И очень просто подойти и рассмотреть каждый цветочек, как же оно все-таки растет. Потому что в Крыму у нас эти деньги были совершенно огромные. В Питере тоже высокие они обычно. Я привыкла, что каштановые деревья много метров. И вот можно прийти, они у нас цветут в октябре-ноябре, и можно прийти посмотреть. Так, проходим вот через небольшую дверь. Вот здесь такая калитка. И мы входим в австралийский буш. Пройдя через этот австралийский буш, мы попадаем в рощу номер один. Рощи пробкового дуба. Пойдемте. Идем. Вот, пробковая дуба. Рощи пробкового дуба. Вот эти деревья у нас тоже столетние. И им еще 200 лет здесь жить. Вот эта вот оранжевая часть дуба, это где сняли первый раз эту кору. Она потом со временем станет такой черной и снова отрастит себе всю эту прелестную пробковую кору. В этом лесу очень здорово отдыхать летом, потому что кругом будет очень жарко. А здесь из-за того, что огромные ветви, они все это держат в тени. И это очень-очень приятная атмосфера. И даже и скамеечки на самом деле там есть. Да, 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 да. Там скамеечки есть, можно отдыхать. Теперь мы с вами возвращаемся обратно и проходим опять, входим опять в лес номер 4. Это наши любимые каштаны. И теперь еще у нас это все на закате происходит. Будем ближе, мы идем, идем ближе к хракату. То есть здесь, где у нас были шикарные цветы, теперь у нас вот такие вот фрукты. Каждый фрукт, вот такие вот семена. Но это вы уже знаете, да, это то, что нам всем известно. И, конечно, мы перья тут могла... Да, обратите внимание, как на заднем плане мы видим, как один лес рядом с другим и третьим. То есть это у нас роща персидского шелкового дерева. Рядом с ним у нас магнолия. И опять же идет эта красная жопания из док-буд. То есть собачьи деревья. А на заднем плане у нас эти кималайские кедры. И очень скоро, ну как скоро, лет 20-30, вот это вот все почти достигнет размеров этих кедров. То есть изменится, изменится очень-очень много. Следующий. Мы продолжаем с вами путь по тропинке. И переходим в следующую рощу. Начинаем. Мы с вами снова входим в рощу магнолий. Но в этот раз мы как бы уходим с тропы вовнутрь. Потому что роща основная, там идет южная магнолия. А внутри они высадили несколько уникальных, таких вот вечно зеленых китайских магнолий. Вот это реальный размер цветка. То есть оно огромное. И цветок живет только один день. Он открывается рано утром. Да. Открывается рано утром. Пчелки здесь делают то, что они обычно здесь делают. И вот эти вот прекрасные белые кремовые лепестки, они у нас становятся такими вот оранжеватыми и вскоре отмирают. Остается вот такая вот шишка. И вот эти вот небольшие, вроде бы, лепца, они живут до 800 лет. То есть они огромные такие толкожители у нас. Такие волочки. Да. И теперь мы проходим опять через вот эти хималайские кедры. Мы уходим вот вслед за этим другом, который там скачет. Проходим. Пойдемте. Попадаем опять в рощу кималайского кедра. Обратите внимание, то есть мы с вами прошли вот оттуда, через магнолевую рощу, через рощу персидского шелкового дерева. И перед тем, как нам подняться опять на вершину, да, мы остановились, чтобы обратить внимание на нашу черную гору, которая впитывает в себя прекрасный такой вот свет солнца в конце дня. Чем еще интересно? Здесь рядом я расположила две картины. Одна утром и другая вечером. То есть Анечка сейчас продемонстрирует. Так, разворачиваюсь. Здесь у нас раннее утро. Обратите внимание, какого цвета у нашего Блэк Маунтэн. И что происходит у нас вечером, когда у нас солнце за нами и освещает нам всю дно. Гораздо, но это золотистая. И теперь мы продолжаем наш путь. По тропинке мы идем вверх и поднимаемся на то место, с которым мы начали нашу экскурсию. То есть самая первая картина у нас был вид вот с этой скамеечки. То есть представьте, если бы вы там были, вы бы видели вот то, что у нас было на первом плане. Там сосны и шикарные горы. А в данную минуту у нас с вами опять же закат. Сейчас я детали картины снимаю. Чуть-чуть. Закат. И обычно в это время, когда приходят разные зверушки, опять же, иногда уже едей нет. И как солнце окрашивает нам эти ветки деревьев на закате. Вот такая экскурсия. Спасибо большое. Анечка, я надеюсь, у нас удалось. Я надеюсь, да. Я с компоном попробую. Ура! Давай, мамам пока. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо.